Сегодня мы начинаем систематическую часть ольгологии, которая касается эукариотных организмов, традиционно относящихся к водорослям. И чтобы вам было понятно, я не читаю вам здесь курс происхождения пластид. Поэтому материал будет излагаться с точки зрения хозяина, а не пластиды первичные или вторичные. Мы с вами немного говорили о том, что пластиды по происхождению бывают первичные или простые, и сложные комплексные пластиды, или как их часто любят называть, вторичные, третичные и так далее. Поэтому сегодня мы с вами познакомимся с двумя группами, с которыми вы уже на малом практикуме были знакомы. Это ивгленновые и динафитовые водоросли. И начнем мы с ивгленновых, чтобы вы вспомнили, где у нас находится группа ивгленновых водорослей. Так вот, бывшие экскаваты, которые разбиты, бывшая такая мегаветвь экскаваты на дереве эукариот, разбитая на метамонады и дискобы. Метамонады, по крайней мере, уже последний год считают, что это где-то прикорневая группа в аморфеях. Есть работы уже появились, которые пытаются дискобы поместить в диафоретике. То есть вот таким образом разбивается эта группа. Но, правда, все-таки пока еще чаще всего, вот если метамонады уже как отдельная такая третья ветвь не рассматривается, то дискобы еще могут как отдельная ветвь рассматриваться. Какой ранг у этой дискобы? Мы с вами договаривались, что ни один кодекс не регламентирует таксон выше отдела или иногда царства описывают. Поэтому что является дискоба над царством, царством, это уже все зависит от точки зрения авторов, которые строят систему. Мы с вами должны понимать, что среди дискоб есть организмы, которые можно отнести к нескольким группам. Это эвглиниды, это трепаносамиды, это симбиодиниды и еще группа, которые вы рассматривали на лекциях у Владимира Васильевича. На наших лекциях нас интересует вот та часть эвглинид, которые, собственно, приобретают фотосинтез в результате вторичного эндосимбиоза от зеленых водорослей и превращаются с биологической точки зрения в водоросли. Итак, прежде чем давать описание группы, у вас в билетах, в вопросах все время будет общая характеристика отдела водорослей или классов. Нужно понимать, что существует определенная схема, по которой вы должны давать это описание. И традиционно оно начинается с типов дифференциации талома не потому, что это самый главный признак, а он как бы очерчивает морфологию группы, с которой вы начинаете работать. Второй признак, который вы обязательно должны указать, это особенности строения жгутикового аппарата. И все, что вы там знаете про жгутиковый аппарат, про ондулиподию, про переходную зону, про базальные тела или особенности корешковой системы и что-то, что связано еще со жгутиковым аппаратом, вы должны будете описать. Третий пункт вашей общей характеристики – это пластиды, строение пластид и все, что с ними связано. Потому что с ними могут быть связаны глазки, с ними связаны запасные продукты, они могут запасаться или в пластидах, или в них. Поэтому вот такая вот схема описания у вас должна быть. Следующий момент обязательно нужно, особенности деления ядра, кариокинеза, значит, и особенности деления клетки, цитокинеза, тоже нужно обязательно в общую характеристику указать. Следующий пункт связан с размножением. Какие типы размножения тоже характерные для группы нужно описать. От размножения переходите к жизненным циклам и должны рассказать про жизненные циклы. Если есть еще какие-то дополнительные особенности, связанные, например, со строением клеточной стенки, то, пожалуйста, особенности строения клеточной стенки тоже в общей характеристике указывайте. Но вот не начинайте свой ответ сразу со строения клеточной стенки. И последний пункт – это некоторые моменты, связанные или с особенностями питания, с образом жизни представителей, которые относятся к этой группе. И если вы знаете что-то о практическом использовании. То есть вот такая схема. По этой схеме мы будем давать с вами общую характеристику для каждой группы. И вот сегодня мы начинаем с эвгленовых водорослей. С точки зрения ботанического кодекса – это отдел эвгленофита. У ботаников вот это вот как раз та группа, которую изучают и ботаники, и зоологи. Здесь есть некоторые расхождения в терминологии у ботаников и зоологов. Ну вот я буду обращать на это ваше внимание. Но, вы понимаете, это одна из самых первых групп, которые были среди протистов известны. 1600, по-моему, 95-й год, конец XVII века, впервые были описаны эвглены. Хотя большинство, конечно, родов и видов связаны с именем Эренберга. Это первая половина XIX века, когда вот эвгленовые активно изучались. До сих пор в группе очень много непонятного и с точки зрения системы, и с точки зрения биологии. У нас, что касается России, вот Эренберг в свое время был в экспедициях в Сибири, и там как раз и эвгленовые водоросли, описанные Эренбергом во время этой экспедиции. В свое время Мережковский описывал новые роды. Вот до сих пор существующий род мономорфина, который одно время упраздняли, сейчас опять восстановили. Это описал Мережковский. Была советская школа сильная, которая занималась эвгленовыми водорослями как группой. Это была Харьковская и Киевская школа. Ну вот, что касается Московского университета, если вы поступите на кафедру молекулярной биологии, то тоже будете иметь дело с таким объектом, как эвгленовые водоросли. На кафедре, которая называется клеточная биология, тоже были работы, связанные с цитологией эвгленовых. На нашей кафедре тоже были работы, посвященные больше эволюции, группы морфологии, связи морфологии с питанием. Поэтому вот в таком направлении исследований вы можете, если у вас появится интерес, прийти на кафедры и попытаться заниматься с этой интересной группой. Ну а мы давайте начнем с вами про эту группу разговаривать. Само название эвглена, вот от типового рода эвглена, эо, настоящий, и глазок, то есть организм, у которых хорошо виден глазок, он красного цвета, поэтому на световом микроскопе тоже хорошо заметен. И вот отсюда происходит название типового рода и, соответственно, группа эвгленофита. На сегодняшний день класс эвглена Фитцевой, ботаники понимают этот класс, состоящий из нескольких порядков. Зоологи, как правило, сюда относят только тех представителей, у которых есть фотосинтез с двумя-четырьмя жгутиками, и бывшие там три рода, которые на сегодняшний день ликвидированы и бесцветные, перенесены в своих как бы сестринские группы фотосинтезирующие. Это остази, липоцинклюз, гиалофакус. На сегодняшний день этих родов нет, ну и, соответственно, они размещены среди эвглен и факусов. Ну вот, что касается ольгологии, то она немножко шире понимает, но вы на малом практикуме знакомитесь только с представителями одного порядка эвгленалис. Что касается класса и отдела, то сюда относятся одноклеточные и колониальные организмы с единственным типом дифференциации талома. Это монадные представители. Напомню, что такое монадный тип дифференциации талома. Это одноклеточные и колониальные представители, подвижные в вегетативном состоянии с помощью жгутиков. И для них еще характерны некоторые атрибуты монадной дифференцировки. Это глазок и сократительные вакуоли для пресноводных представителей. Вот если глазок бывает у морских и у пресноводных, то сократительные вакуоли в связи с их функцией – это, конечно, представители только пресноводные. Форма клеток у эвгленновых достаточно разнообразная. Чаще всего это веретиновидные клетки, есть овальные представители, есть вытянутые и главидные, есть в виде уплощенного листика. То есть вот на этой картиночке показаны разные эвгленновые водоросли. Вот здесь вот они изображены. Вот этот ряд бесцветный, вот этот ряд – те, у которых есть хлоропласт. И если вот приглядитесь, традиционное такое клише, что эвгленновые одножгутиковые, ну, во-первых, эвгленновые двужгутиковые представители. Но даже то, что есть эвгленновые, у которых жгутики имеют одинаковую длину, вот как здесь показаны в трепце, и даже вот здесь вот показаны четыре жгутика. Второй пункт общей характеристики – это жгутиковые стадии. И я вам уже сказала, что обычно это два жгутика. Но чаще всего один жгутик длинный, видимый, а второй не выходит за пределы глотки. Если вы посмотрите, то вот эта структура, которая состоит из канала и резервуара на переднем конце, вот канал, и переходит в такой расширенный резервуар или глотку, и от основания глотки вот отходит пара жгутиков. Здесь как раз видно. Жгутики покрыты волосками, образуют они очень сложно устроенный эвгленновый войлок, который идет по спирали на этих жгутиках. Жгутики очень хорошо видны. Вы уже на малом практикуме заметили, что жгутики эвгленновых разглядеть было значительно проще, чем жгутики зеленых водорослей. И это связано с тем, что жгутик эвгленновых, помимо оксанемы, состоящий из двух пар центральных микротрубочек и девяти пар периферических, имеет такой очень мощный, хорошо развитый белковый параксиальный тяж. Параксиальный, значит, рядом вот с осью расположенной. И этот тяж, если вот посмотреть, например, на электронную фотографию жгутика разреза, вот оксанема, собственно, две центральных микротрубочки и девять пар периферических, а вот этот белковый тяж, который занимает значительный объем, и за счет этого диаметр жгутика эвгленновых водорослей достаточно для того, чтобы его хорошо видеть. Этот белковый тяж есть как в коротком жгутике, так и в длинном. Что еще характерно для жгутиковой системы эвгленновых водорослей? Это очень просто устроенная переходная зона. Там нет никаких дополнительных структур, там просто заканчиваются вот эти две центральные микротрубочки. Базальные тела состоят из девяти триплетов микротрубочек. Расположены они параллельно. Вот здесь вот такая диаграмма, чтобы было понятно, вот это глотка, вот это один жгутик, вот это другой жгутик, и три микротрубочковых корешка. Один вентральный, другой дарзальный. И к вот этому вентральному базальному телу еще прикреплен промежуточный корешок. И посмотрите, какое количество микротрубочек отходит от этих корешков. И, собственно, эти микротрубочки поддерживают глотку, позволяя именно в глотке сформировать клеточный рот для тех, кто активно питается. А им гленовый могут, у них разные стратегии питания существуют. Они могут питаться бактериями, так называемые бактериоворы, вот не воруют бактерии, а именно питаются. И эукариоворы, то есть те, кто питается эукариотами. И есть осмотрофы. Что первично, что вторично. Абсолютно противоположные точки зрения на сегодняшний день существуют. И разные группы биологов доказывают свою правоту. Кто-то полагает, что в первую очередь это были древние гленовые, питались эукариотами, а вот все остальные типы пищевых стратегий это вторичное происхождение. Кто-то, наоборот, считает, что первыми были прокариотно питающиеся организмы, те, которые прокариотов потребляли, а уже потом возникли те, которые питаются эукариотами. Если мы посмотрим еще на одну структуру, связанную со жгутиком, то это фоторецептор. У эвгленовых фоторецептор – это вздутие при основании у длинного жгутика. Вот на этой фотографии показан разрез через глотку, который прошел через два жгутика. Вот длинный жгутик, вот у него аксанем, вот пароксиальный тяж, и вот это, собственно, флагелярное жгутиковое вздутие, в котором расположен флавиновый фоторецептор. Здесь фоторецепция идет по-другому, чем, например, у зеленых водорослей, у которых родопсиновый фоторецептор. Вот в глотке второй жгутик показан, видите, тоже есть у него пароксиальный тяж, аксанема, но нет вот этого вздутия. И еще то, что рядом расположены вот эти черные здесь на фотографии глобулы, это, собственно, глобулы глазка. У эвгленных глазок лежит свободный, не связан с пластидой, он лежит в цитоплазме и представляет собой систему липидных глобул с каротиноидными пигментами. Они полагают, что там бета-каротин и астоксантин в этих глобулах. Ну вот здесь вот изображен этот глазок, который как раз вот здесь сюда на глотку ориентирован. Хочу отметить, что помимо эвгленовых с двумя и четырьмя жгутиками, если мы эвгленовые будем понимать шире, чем только те, которые фотосинтезируют, то есть и такие эвгленовые, у которых количество жгутиков может доходить до семи. И это представители порядка эвгленоморфалис, они ведут паразитический образ жизни, связанный с животными, и вот такие представители имеют семь жгутиков. То есть количество жгутиков для эвгленовых чаще всего два, может быть четыре, и вот может доходить до семи. При делении клетки, прежде чем поделится ядро, делится жгутиковая система, образуются еще два дополнительных жгутика, и вот что интересно, у эвгленовых всегда будет достраиваться длинный жгутик. Тот длинный жгутик, который достается одной из дочерних клеток, он укорачивается, становится коротким, а всегда будет до нового делаться длинный жгутик. Кстати, вот такая же стратегия будет потом у строминопиловых, у которых длинный жгутик с двумя рядами трехчастных мастиганем, короткий, гладкий, как правило. И там при делении тоже одна дочерняя клетка получает длинный жгутик, вторая короткий, но всегда будет достраивать длинный. Длинный материнский, он будет сокращаться и превращаться в короткий. Вот здесь на этой табличке показан вот этот процесс деления. Третий пункт общей характеристики связан с пластидами. У эвгленовых пластиды одеты тремя мембранами. Две мембраны внутренние рассматриваются как, собственно, мембраны той эукариотной водоросли, которую съели хлоропласта этой водоросли, у зеленых водорослей в связи с тем, что хлоропласты произошли в результате первичного эндосимбиогенеза. Эти хлоропласты двумембраны, и вот эти две мембраны сохраняются у эвгленных. А третья мембрана рассматривается как хозяйская мембрана вот того предка, который съел эту зеленую водоросль, и в итоге, в процессе эволюции, сформировалась такая структура, как хлоропласт. Так как пластиды трехмембранные, то вот нет четвертой мембраны традиционно, которую отмечают при образовании вот таких сложных пластид. И многие исследователи этот факт объясняют тем, что современные эвглениды, которые питаются эукариотами, вот они не могут создать такую вакуоль большую, которая бы позволила фагоцитозам захватить эукариотную клетку. То, что у них очень сложный устроенный механизм для поглощения вот этих эукариотов, связанных с тем, что там есть система микротрубочек, есть какие-то палочки белковые, которые выбрасываются и разбивают вот эту эукариотную клетку, а потом содержимое втягивают. И что, возможно, вот такой способ привел к тому, что у эвглендовых три мембраны. А вот почему они не могут сделать такую крупную вакуоль для фагоцитоза, и единственное место – это глотка, это связано со строением оболочек, и дальше мы об этом поговорим. Ну вот здесь на фотографиях представлены пластиды эвглендовых водорослей. И вот показано, что у них три мембраны. Что касается наличия или отсутствия переноидов, они могут быть выражены у некоторых видов, у других их найти очень сложно. И что касается самой формы пластид, то она бывает самая разнообразная, в виде зерен, каких-то дисков, лент и так далее. В этих пластидах, что касается хлорофилов, то это, конечно, хлорофил А и хлорофил В, так как по происхождению эти пластиды от зеленых водорослей. И есть различные картиноидные пигменты, с которыми как раз сейчас связаны работы по использованию эвглендовых для биотехнологического получения ряда картиноидов. Потому что некоторые эвглендовые запасают большое количество астаксантина, превращаясь тогда в такой эвглендовый красного-оранжевого цвета, и могут вызывать цветение, то есть в массе могут развиваться. И вот особенно в Японии сейчас особый интерес, они обращаются и к нам, вот они ищут по всему миру виды эвглендовых, которые могут накапливать большое количество астаксантина, чтобы попробовать получать вот эти вот природные картиноиды путем биотехнологических процедур. Что касается запасного продукта, то запасают эвглендовые бета-1,3-глюкан, называется он парамелон. Помимо эвглендовых парамелон еще встречается у гаптофитовых водорослей, полагают у тех из Павлова-Фитцевых, есть там класс внутригаптофитовых. Ну и что касается этого парамелона, у эвглендовых он имеет разный вид, или это небольшие зерна, вот здесь вот показаны в цитоплазме, или могут быть в виде парамелий, таких структур, вот видите, в виде палочек, в виде таких крупных колец, которые используются для того, чтобы описать какие-то виды внутри родов эвглендовых водорослей. И вы на практике в Звенигороде обязательно столкнетесь с термином парамелий, когда будете определять эвглендовые водоросли. Что касается аппарата для питания, вот я вам говорила, что во многом связан со сложно устроенным аппаратом для питания, как вот здесь вот показано, видите, такие микротрубочки, вот на разрезе этот аппарат питания у некоторых эвглендовых изображен, и он рядом с глоткой, вот в глотке можно сделать клеточный рот. И что касается вот этого аппарата питания, ну, на сегодняшний день для эвглендовых вообще-то показана микстрофия в том смысле, что они могут помимо автотрофного образа жизни вести и гетеротрофный, и вести смешанный в зависимости от условий существования. Хотя вот среди эвглендовых есть те, которые были, а, исходно гетеротрофами, есть линии, вот если более широко, чем зоологи, ограничивают эвглендовые только фотосинтезирующими представителями, а если рассматривать, как это делают в ольгологии, то там есть ветви, которые исходно никогда не обладали фотосинтезом. И есть те представители, которые вот вторично отказались уже от фотосинтеза, хотя могут иметь пластиду, сейчас и геномы пластидные у них отсеквенировали, вот у них нет функции, связанной с фотосинтезом, они перешли на гетеротрофное питание, но это уже вторично. Опять же, вот тут очень интересно по поводу того, что в ядерном геноме у эвглендовых, ну что можно ожидать? Можно ожидать гены по происхождению зеленой водоросли, потому что перенос осуществлялся от того, у кого ели, и цианобактериальные гены. Но оказалось, что есть гены и красноводорослевого происхождения, причем у трепоносом, когда секвенировали ядерный геном, то оказалось, что тоже есть гены, которые отвечают за синтез и хлоропластных белков, и за вот некоторые этапы фотосинтеза. Такие гены есть и у трепоносом, и они, что удивительно, зеленого и красного происхождения. И все это привело к тому, что сейчас опять развернулась дискуссия о предке эвглендовых, особенно Кавалье Смит, который любит эту хромо-альвеолятную гипотезу продвигать. Владимир Васильевич его очень тоже любит. И он также предлагал, что у эвгленовых, я имею в виду, у дископ даже, там предок был фотосинтезирующий, и потом они потеряли некоторый фотосинтез, и опять приобрели зеленые пластиды в результате вторичного эндосимбиоза. Выстраивается некоторыми авторами такая даже сложная система, что сначала был красная пластида, она потом исчезает, и на ее место приходит зеленая пластида, и вот поэтому есть гены разного происхождения в ядре. У противников этой гипотезы есть свои аргументы, которые говорят, что для простейших тезис «я то, что я ем» — это, значит, такая жизненная стратегия. И вот эти вот гены, они произошли в результате не эндосимбиотического переноса генов, а за счет латерального переноса генов, и поэтому и были в процессе эволюции отобраны. Что ни о каком предке, который имел бы... Да, есть даже точка зрения, что, возможно, предок имел две пластиды, и красную и зеленую, а вот потом красная исчезла, осталась зеленая. Вот такие вот моменты, они сейчас очень активно дискутируются, но в связи с тем, что не так много фактического материала на самом деле накоплено по эвгленовым водорослям, поэтому все это на уровне гипотез, и вы можете читать многие статьи, где будет та или иная точка зрения, авторами доказываться. Ну, вы должны понимать, что есть и другие точки зрения, и кто будет прав, посмотрим дальше, когда, наконец-таки, группу более-менее изучат. Хотя есть и международные проекты сейчас, есть сайт по эвгленовым водорослям, где такая вся современная литература собрана, пересмотрены роды. В общем, можно поискать в интернете и как-то пользоваться, если вам интересна будет эта группа. Что касается митохондрий. А мы помним, что митохондрии – важный признак, который учитывается для описания супергрупп, для построения системы такой многоцарственной органического мира. И здесь, среди того, что касается митохондрий, у эвглен митохондрии с дисковидными кристами. Вот отсюда дискобы – это те организмы, у которых кристы в виде такой рукоятки и головки уплощенной. Ну вот, в зависимости от того, как криста была в митохондрии, как прошел разрез, вот можно увидеть рукоятку, головку, а вот как бы в профиль. Что касается количества митохондрий на клетку у эвглены, будете читать разные старые книжечки, будет написано, что многочисленные митохондрии внутри клеток эвгленовых. Когда удалось сделать ряд срезов и выстроить такую модель 3D, то оказалось, что митохондрия все-таки одна, просто она очень сильно разветвлена. И вот, как видно, если вы смотрите по одной фотографии, вот здесь вот эти митохондрии, да, кажется, что их много. А на самом деле это вот такая сетчатая, сильно разветвленная митохондрия внутри вгленовых. Но опять же, опять же, надо понимать, что изучено не так много представителей, и это чаще всего по одному какому-то представителю переносится на всю группу целиком. Иногда это бывает оправдано, а иногда нет. Посмотрим, что дальше. Уникальные гленовые с точки зрения ядерного аппарата. У них очень крупные ядра, причем ядрышко остается на протяжении всего клеточного цикла. У вас называется клеточная биология, да, цитология бывшая. Вам читают, и раньше, по крайней мере, читали, даже как отдельный пример, это так называемый вгленометоз. Этот метоз закрытый, то есть ядерная мембрана остается во время метоза, и деление ядра происходит за счет перешнуровки ядерной мембраны. Она врастает внутрь, и происходит разделение на два ядра. Еще одна из особенностей метоза вгленовых, что хромосомы находятся в конденсированном состоянии. Вот здесь вот они видны, видите, хорошо. И количество хромосом достаточно большое. А вот, пожалуйста, ядрышко, видите, в метозе очень удлиняется, но оно сохраняется. И вот здесь вот на таких репликах тоже это все видно. Что касается цитокинеза, у вгленовых вот эта ветвь, которая не приобрела полового размножения. И с этой точки зрения многие авторы считают, что вот вгленовые поэтому нельзя считать животными. Это те организмы, у которых нет полового размножения. У них единственный способ размножения – это деление клетки пополам. Вот вегетативное размножение с точки зрения ольгологии. Мы с вами, я напомню, что ольгологи выделяют вегетативное бесполое половое размножение, бесполое специализированными структурами, а вегетативное, когда дочерний особь наследует в той или иной степени часть оболочки материнской клетки. Вот у вгленовых это хорошо видно. Начинается это деление с переднего конца. Причем деление клетки предшествует удвоение базальных тел, дальше удвоение жгутиков, ядро подходит к переднему концу клетки, где глотка, и вот эти базальные тела становятся полюсами веретена деления. И после этого уже делится ядро, и дальше делится, собственно, клетка, вот как здесь показано. Ну и от переднего конца к заднему идет борозда, которая делит клетку надвое. Ну вот здесь показан рисунок, видите, вот уже два ядра, и вот, собственно, отсюда деление клетки начинается. Очень важная характеристика в гленовых – это строение оболочки. У альгологов оболочка называется пеликула, у зоологов она называется, по-моему, кутикула, да? А пеликула оболочка у зоологов называют оболочку у динафитовых. Ну вот есть эти такие противоречия. В чем же суть вот этой оболочки? Очень хорошая реконструкция, вот она мне нравится здесь наверху. Посмотрите, из чего состоит эта пеликула у гленовых водорослей. Вот плазматическая мембрана, вот она идет такого защитного цвета, да? Под ней находятся вот эти серые, раз, два, вот три, изображены три белковых полосы. Эти полосы тянутся по клетке, они могут иметь продольное положение, могут закручиваться по спирали. Эти полосы не гладкие, а могут иметь выросты и, наоборот, вмятины. Вот это все связано, оказывается, можно наложить на эволюцию вообще в гленовых водорослей, вот в связи со строением их пеликулы. Края этих белковых полос, как вот здесь вот видно, могут нести еще дополнительную такую, видите, решетку, у кого-то там больше, у кого-то меньше, у кого-то нет ее, но края эти заправлены, обратите внимание, вот красные, видите, микротрубочки, то есть третий компонент пеликулы, значит, первый это цитоплазматическая мембрана, второй компонент пеликулы это белковые полосы, третий компонент пеликулы это микротрубочки. И вот эти микротрубочки, между ними, получается, зажимается край белковой полосы, и насколько он плотно зажат, будет зависеть, могут ли эти белковые полосы относительно друг друга двигаться или не могут. То есть может ли совершать эвгленоидное движение клетка, а для многих эвгленовых характерно вот это вот эвгленоидное движение, когда во время она еще и меняет форму своего тела. Или же нет, и она никогда форму тела, например, факус, рот, не знаю, смотрели ли вы на малом практикуме, но, извини, Гарди, точно вы факусов увидите. Вот они никогда не меняют форму своего тела, потому что очень жестко края белковых полос зажаты этими микротрубочками. На границах белковых полос обычно еще расположены слизистые тельца или мукоцисты, которые выделяют слизь, и эвгленовые очень часто покрыты этой слизью, и помимо этого они могут вырабатывать поверх домики. Так вот, только там, где смыкаются белковые полосы, есть возможность для того, чтобы вышли вот эти вот окончания этих мукоцист, и даже построение домиков у эвгленовых, оно очень накладывается по своей архитектуре на то, как вот эти вот белковые полосы закручиваются вокруг тела самой эвглены. И еще один компонент, четвертый компонент пеликулы, это цистерна эндоплазматического ретикулума, вот здесь вот они показаны, вот они, которые регулируют ионный транспорт через мембрану. И вот такая вот сложно устроенная система покровов. Дело в том, что у водорослей, если взять в широком смысле все водоросли, то покровы самые разнообразные. Есть покровы, которые откладываются нацит плазматической мембраны, такой типичный как бы растительный тип клетки. Есть водоросли, которые покрыты гликокаликсом, то есть такая животная клетка. Есть вот такие вот уникальные, как эвглены, у которых под цитоплазматической мембраной образуются, собственно, структуры, связанные с оболочкой. И дальше мы будем с вами динафитовые рассматривать. У них тоже оболочка формируется под цитоплазматической мембраной. И есть группа криптофитовых водорослей, у которой система оболочки строится и под цитоплазматической мембраной, и над ней в виде таких белковых структур, там определенные формы. То есть вот очень разнообразная, и в этом отношении вот интересна такая пеликулы у эвгленовых. И если вы посмотрите, вот здесь фотографии на сканирующем электронном микроскопе сделаны, то вот можно посмотреть, что видите, есть с продольными полосами белковыми, у кого-то вот по спирали, сколько там, какой виток, есть ли вот эти вот промежуточные выпукленные или вмятины. Вот это все признаки, которым сейчас передается такое достаточно важное значение. А вот как выглядят те эвгленовые, которые живут в домиках. Большинство эвгленовых, они свободно живущие. Среди прикрепленных это род каляциум, но каляциум выделяет слизь, и этими слизистыми ножками прикрепляется, например, к ракообразным некоторым, на другие субстраты. Но опять же, отделяется от ножки, это такая подвижная эвглена со жгутиками. А вот есть два рода, трахеламонос и стромбомонос, которые выделяют домики. Но эвглена там живет свободно, ну я имею в виду эвгленовая водоросль, не род эвгленовая, потому что род трахеламонос. И вот эта вот монатка трахеламоносовая высовывает через отверстия вот этих домиков жгутики. А сама вся внутри. Но домики имеют органическое происхождение. Иногда неверно в пособиях пишут, что они неорганические. Нет, это вот как раз та слизь, которую выделяют мукацисты, полисахаридная. Но на поверхности домиков могут откладываться соли различных металлов, и в зависимости от того, какие это соли, цвет домика может меняться, от светло-желтого до почти черного, темно-коричневого. Домики могут нести еще разные структуры, вот как здесь, например, шипики, могут быть такие длинные иглы. Все это признаки для определения видов внутри родов. И вы будете в Звенигороде определять трахеламоносы, и познакомитесь вот с теми структурами, которые характерны для домиков. Но вот если вы приглядитесь, видите, вот здесь, ой, простите, что домики, вот эти вот отверстия в этих домиках, да, они тоже идут по спирали. То есть это отражает то, как была устроена пеликула у монадки, над которой вот этот домик образуется. Потому что при делении монада делится внутри домика, вторая выходит, она начинает крутиться, и вот эти вот закручивать, делать вокруг себя новый домик. На этом слайде показан способ движения. И в глиноидной такая метаболия, видите, когда форма тела меняется, но у тех, у которых жестко края белковых полос, зажатый в микротрубочках, они двигаются только с помощью жгутикового аппарата. А здесь вот эти вот эвгленовые, у них, как правило, при движении у многих эвгленовых один жгутик направлен вперед, а второй скользит по субстрату и больше, в общем-то, несет такую добавочную, что ли, функцию, а не связано уж прямо так с движением. Теперь, что касается экологических моментов, связанных с эвгленовыми водорослями, то, что касается экологии, есть морские, есть пресноводные представители. Тоже такое клише, что эвгленовые исключительно пресноводные представители. Это порядок эвгленалис пресноводные. А на самом деле есть морские, которые могут вызывать цветение, например, в Норвегии, фьордов, такое зеленое. А в данном случае на слайде показано вот цветение, вызванное эвгленой сангвинея, которое, видите, накапливает большое количество картиноидных пигментов и может вызывать вот такое вот красное цветение водоемов. У нас на территории Москвы тоже некоторые пруды ближе к осени. Вот может наблюдаться цветение на севере Москвы, как раз вызванное вот этой эвгленой сангвинея. В последнее время показано, что некоторые виды эвгленовых образуют токсины. И вот этот токсин действует на рыбы, то есть это их теотоксичностью обладает. И вот один из них идентифицирован как эвгленофицин. Ну вот эвгленовые очень привлекательны с точки зрения того, что они накапливают большое количество липидов. и здесь интерес к этой группе связан именно как с попыткой создания биотоплива. Если мы посмотрим по работам по биотопливу, связанную с водорослями, то это в основном зеленые, те, которых можно культивировать. Вообще у водорослей большая проблема, связанная с невозможностью их культивирования. Очень мало, вот если мы возьмем водоросли, малое по количеству объем видов, которые можно культивировать. Поэтому в основном ищут как таких продуцентов биотоплива среди зеленых водорослей. А вот в Японии создана фирма, она называется «Эвглена Лимитед». И эта фирма взяла в качестве такого объекта эвглену. Это крупная компания, которая объединила уже и построила завод по производству биотоплива из эвгленового сырья. Они работают активно с несколькими японскими университетами с точки зрения изучения объекта, вот этого культивирования. И сначала эта компания позиционировала себя как такие добавки. Очень любят из эвглен добавлять в крема, как антиоксиданты, картиноидные пигменты из эвгленовых. Поэтому в такой косметике, которая обладает антиоксидантными свойствами, можно увидеть в прописи, что эвглена присутствует. Ну не сама, конечно, продукт ее жизнедеятельности. Вот как кормовые добавки вот здесь показаны на картиночке. Вот здесь такие поросятки, которых кормили. Ну и все-таки то, что они попытались сделать с биотоплива. Вот здесь вот Deuzel, это их такая модель автобуса, который ходит по этому предприятию. И в этом автобусе часть топлива как раз получена из эвгленовых. Это не значит, что они полностью заменили все топливо. Но какое-то процентное соотношение уже топливом из эвгленовых есть. И эта фирма объявила, что они сейчас построили самолет. Вот здесь вот два таких довольных руководителя. На фоне самолета, и в руках у них самолета, у другого банк с эвгленой, что вот они запустят самолет на топливе из эвгленовых водорослей. Обещают они это сделать вот чуть ли вот-вот-вот уже в ближайшие пару лет. Ну вот посмотрим, удастся ли им такой смелый проект. Что касается России, то вот в России запатентован препарат, который называется астазилит, который действует на клеточное звено иммунитета. И есть опыты, проведенные уже на животных. Очень долго онкоцентр работает с астазией, которая теперь эвглена. Показано, что это эвглена, которая в свое время... Вы понимаете, что у эвгленовых? Если при делении заблокировать деление пластиды, то образуется вторая линия, у которой пластиды нет. Она полностью переходит на гетеротрофное питание и уже пластиду не приобретает, потому что дыновы у водорослей пластида не образуются. И поэтому было показано, что род астазия – это не что иное. Вот когда-то в результате такого блокирования деления хлоропласта отделившаяся ветка. Поэтому астазия сейчас находится внутри рода эвгленовых. Так вот, эта астазия в качестве продукта, содержащего углерод, использует этиловый спирт. Ее выращивают на такой среде с содержанием этилового спирта. И вот, используя этот спирт, она производит... Вот из нее делают такой препарат. Это то, что мне хотелось бы так очень коротко познакомить вас с группой, которая называется «Эвгленофита». Обратили внимание, что я ничего не сказала по поводу жизненного цикла, потому что раз здесь нет никакого полового размножения, нет здесь смены ядерных фаз, и здесь такой бесполый жизненный цикл, хотя лет 50 назад была работа, в которой что-то наблюдали авторы, как подошли два факуса друг к другу и вроде как слились. Ну а дальше ничем это не закончилось, и поэтому вот после этой работы никто по поводу полового процесса у эвгленовых водорослей ничего не упоминает, и жизненный цикл у них единственный, вот без смены ядерных фаз. Поэтому вы себе там это отметьте. Ну и тогда давайте посмотрим... Все-таки супергруппа САР. Нет, вы понимаете, все последние работы, если еще буквально лет 7 назад писали, что строминопиловые альвеоляты – две сестринские группы, то появились накопления данных, может быть, это тоже потом будет ложным утверждением, но по крайней мере считается, что резарии более близки к альвеолятам, и что строминопиловые раньше отделились. И тогда как хром альвеоляты-то, куда же они денутся? Потом это точка зрения Кавалье Смита, который пытается доказать, что предок был один, и этот предок был фотосинтезирующий, что тоже не находит подтверждения у всех биологов. Поэтому, как уж называть, на мой взгляд, ничего тут страшного в аббревиатуре нет, потому что она четко указывает на три царства, которые входят в эту группу – строминопилы, альвеоляты, резарии. Ну вот на этой картиночке показаны представители. Напомню, что для них характерно. Что для строминопил – это наличие трехчастных мастиганем на длинном жгутике, в два ряда они расположены, вот они. Трехчастные они, потому что состоят, если мы возьмем вот жгутик, что они состоят из вздутого основания, трубочки и волосков. Вот эта трубочка – стромин, полая трубка узлаков, и пили волосок. Отсюда название строминопиловые. Здесь есть как фотосинтезирующие, так и не фотосинтезирующие представители, но вот это наличие двух рядов трехчастных волосков – это хороший такой маркер для царства строминопиловых. Следующая группа – это царство альвеоляты. И вот здесь показаны… Вам, Владимир Васильевич, наверное, читал, что альвеоляты делятся на целиат инфузорий и мизозой. А вот уже внутри мизозой – апикомплексы и динафитовые. Вот с этой точки зрения мы посмотрим, вот они. Это инфузории, это апикомплексы и динафитовые. Ну, название альвеоляты происходит от строения оболочки, когда под цитоплазматической мембраной находится система текальных визикул, ограниченных мембранами. Эти визикулы называются альвеолами, и внутри у них может откладываться, например, целлюлоза. То есть вот такой сложно устроенные покровы у представителей этого царства. А вот что касается мизозой, то он, наверное, вам говорил, что это связано с поглощением. С поглощением, и вот этот способ поглощения связан с разбиванием клетки и втягиванием ее внутреннего содержимого. Мало того, у этих мизозой можно на самом деле проследить эволюцию апикального аппарата от апикомплексов, где этот апикальный аппарат хорошо развит, до динафитовых, где происходит постепенная редукция этого аппарата. Но это вот динафитовые и апикомплексы, это две сестринские группы, а целиаты достаточно рано отделились от общего ствола вот этих вот альвеолят. И третье царство Ризария, собранное исключительно сначала на молекулярных данных царства. Ну, название придумали, потому что у амеб, которые относятся к этому царству, очень длинные, разветвленные псевдоподии, напоминающие корневую систему, потому что Ризос переводится корень. Вот такие вот разветвленные псевдоподии, характерны для многих представителей, которые относятся к этому царству. Мы с вами на лекциях этого царства касаться не будем, потому что с точки зрения фотосинтеза здесь две только веточки. Это хлорорахнеофитовые водоросли, которые приобрели свои пластиды в результате вторичного эндосимбиоза от зеленых водорослей и оставили зеленое ядро нуклеоморфу в оболочке между двумя парами мембран. И паулинелла с тремя видами, на сегодняшний день описанными внутри паулинеллы, которые способны к фотосинтезу. То есть три представителя, которые можно назвать водорослями. С царством Ризария мы познакомимся только с точки зрения наличия в этом царстве слезевиков. И эти слезевики ведут паразитический образ жизни. Это плазмодиофориды. И вы на малом практикуме будете смотреть плазмодиофору Брасица. И поэтому мы поговорим вот в Ризариях именно об этих паразитических слезевиках. Ну, дальше давайте пойдем. Вот если мы посмотрим, ну вот буквально не такие уж старые работы, но попытка вот этой хромо-альвеолятной теории, вот здесь вот храмиста, видите, изображены и альвеоляты, и вот что у них был общий предок. Ну, сейчас вот полагаю, что да, был. Но вот где он был, этот предок, если Ризарии станут сестеринской группой? Ну, есть точка зрения, что, возможно, и у Ризарии была красноводорослевая пластида, ну, которая, ну, очень рано ушла, а потом вот хлоророхнеофиты как бы съели зеленые водоросли и сделали себе вторичную зеленую пластиду. У них тоже в ядерном геноме есть гены красноводорослевого происхождения. Но опять же, откуда они могли быть? Эти амебы очень легко там поглощают и делают фапагоцитоз, что они могли съесть и красные водоросли, и эти гены за счет латерального переноса генов могли произойти. Ну, вот если мы посмотрим вот эту группу, то, пожалуйста, вот что здесь, что касаемо альвеолят, это инфузории, и это объект, с которыми вас Владимир Васильевич знакомил, апикомплексы. Вот здесь вот, ну, у апикомплекса показано, видите, что предок-то был фотосинтезирующий, и у апикомплекса пластиды произошли в результате вторичного эндосимбиоза, хотя сейчас появились данные, которые говорят о том, что, возможно, третичного происхождения эти пластиды, потому что открытые, вам, наверное, Владимир Васильевич об этом говорил, корневые ветви у апикомплексов, которые часто рассматривают среди этой группы, кто-то рассматривает их как рядом с апикомплексами, это фотосинтезирующие представители, вот одна из которых витрелла, и для них показано, что у них пластиды произошли от F-сигматофитцевых водорослей, а F-сигматофитцевые водоросли находятся в старминопиловых, и они получили свои пластиды от красных, то есть если у этих витрелл и хромер получились, хромериды, вот эта вот группа, получились пластиды от F-сигматофитцевых, то тогда это пластиды третичного происхождения. Ну и вот есть сейчас ряд работ, которые обсуждают возможность того, что у апикомплексов эти пластиды тоже не напрямую от красных водорослей, от предков с красной водорослей вы пластиды произошли, а через вот такую матрешку за счет третичного эндосимбиоза. Но что касается апикомплексов, то вот по крайней мере последние выпуски переиздания «Лиф-экология», там уже есть глава, которая так и называется, апикомплексы, потому что эту группу рассматривают как паразитические водоросли. То есть отошли от понимания этой группы как животные клетки и рассматривают ее как группу, которая имеет пластиду, которая называется апикопласт, и эта пластида функциональная. Другое дело, что внутри апикомплексов можно проследить эволюцию в связи с паразитическим образом жизни отказа от этой пластиды, но ведь есть в связи с паразитическим образом жизнь и отказ от митохондрии. Ну вот эти отказались, там уже есть два рода, которые отказались полностью от апикопластов. А у малярийного плазмодия этот апикопласт четырехмембранный, нормально представленный, функционирующий. И вот то, что там вся желтая написана, динофлагеляты, на самом деле немножко... Ну если учесть, что да, предок этой группы был фотосинтезирующий, то современные живущие динофлагеляты половина не фотосинтезируют. Опять перешли на гетеротрофное питание, но это у них уже вторичное, потому что очень долго была точка зрения, еще буквально лет 10-15 назад в учебниках можно было прочитать, что вот динофлагеляты внутри группы получили способность к фотосинтезу, и что вот у них исходная гетеротрофность. На самом деле сейчас все наоборот, исходная автотрофия, гетеротрофия это уже вторично внутри этой группы. Ну и среди динофлагелят половина представителей видов это вымершие виды, и очень любят их изучать всякие палеонтологи и геологи. Мы же будем с вами касаться только той группы, которая на сегодняшний день относится вот к этим мезозоям. Вот очень хорошая схема. Если мы посмотрим на эту схему, вот она, альвеоляты, вот целиаты ушедшие, а потом вот эти вот мезозои, связанные с апикомплексами и с динофитовыми, и кто во что превращался, и откуда брались пластиды у этой группы. Потому что динофитовы, это, наверное, самая интересная группа с точки зрения организации клетки и происхождения всего, что можно. У них уникальное ядро, у них куча всяких пластид, у них все, что можно было придумать, связанное с глазками есть. В общем, это такая очень своеобразная группа, с которой мы познакомимся. Ну вот, посмотрите. Здесь картиночка взята из Гекеля. Имя Гекеля мы уже с вами упоминали, когда говорили о том, что вот он пошел дальше Линнея и показалось, что нужно все-таки вот этих одноклеточных колониальных организмов как-то разместить внутри отдельного царства. И вот это вот царство протисты, которое с Гекеля пошло, и еще, если вы посмотрите систему УВАЗе, когда они-то работали с прокариотами и показали, что есть археи и бактерии, но с эукариотами они оставляли все вот эти царства, то на сегодняшний день еще раз вам повторяю, что таксономического царства протист не существует. Протисты – термин вот такой биологический, как микроорганизмы, протисты, водоросли. Вот это все биологические термины, не несущие под собой таксономического смысла. Хотя когда-то, да, это было царство, и водоросли когда-то пытались рассматривать внутри царства растений как низшие растения. Ну вот, Гекель очень хорошо рисовал, у него очень много всяких рисунков и животных, и протисты, водорослей, и поэтому вот здесь приведены как раз рисунки из Гекеля. Ну, немножко некоторые стилизованы, конечно. Что касается этой группы. Сюда относятся преимущественно монадные представители с дорзовентральным строением тела. Дорзовентральное, вот если вы посмотрите, вот здесь вот висят картинки, то есть есть спиная выпуклая сторона и вогнутая брюшная сторона. Ну вот здесь вот еще одна картинка, касаемая внешнего вида динафитовых водорослей. Но вот если у Евглендовых это единственный тип дифференциации талома, то у динафитовых некоторые авторы выделяют, во-первых, амибоидных представителей, которые есть, у которых нет вот этого жесткого панциря. Некоторые выделяют пальмелеоидный тип дифференциации талома, но тип ли это или стадия в жизненном цикле у каких-то динафитовых, вот эта проблема точно так же, как и с кокоидными представителями. Вы будете в Звенигороде определять, например, по определителю, и у вас будут роды кокоидных динафитовых, оказалось, что это всего-навсего стадия в жизненном цикле гимнодиниум фускум, которого так много на карьере Сима. То есть вот возможность проведения в культуре экспериментов по изучению жизненного цикла привело к тому, что типы дифференциации талома сейчас у динафитовых сократились. Точно так же, как ничатая форма рассматривается, насколько она там ничатая, есть ли там соединение между клетками, или это просто не разошедшиеся во время деления клетки динафитовых водорослей. Поэтому вот эти вот типы кокоидный, ничатый, полимилеидный вы можете встретить, что из них и тот же амибоидный даже. Это может быть стадия в жизненном цикле. Поэтому вот здесь я вам написала, что преимущественно монадные, но вот пока не доказана связь многих других организмов с монадными представителями, и вот приходится еще упоминать, что возможно, возможно, есть и другие типы дифференциации талома. Теперь что касается жгутиков. Жгутиков два. Они отличаются как по длине, так и по внешнему виду. Поэтому вот мне не нравится термин гетероконта для строминопиловых водорослей. Понимаете, гетероконта переводится как разно-жгутиковые, и в гленовые разно-жгутиковые, в динафитовые разно-жгутиковые. Поэтому правильнее все-таки употреблять термин строминопила, а внутри отдел ахрофита по типовому роду ахромонос, по которому описывают в Ботаническом кодексе отделы. Ну а мы вернемся сюда. Лежат они в поперечной продольной борозде, которая находится на теле клетки. Вот эта поперечная борозда, она может быть не только посередине клетки, она может быть сдвинута ближе к апексу. Продольная борозда может быть короткая, может заходить на задний конец. Это все такие родовые признаки у динафитовых водорослей. Если мы посмотрим, то длинный жгутик имеет, его тоже хорошо видно, потому что там есть пароксиальный тяж. Но аксонема закручена вокруг пароксиального тяжа. Вот такая уникальная структура у этого жгутика, который по поперечной борозде расположен. А продольный жгутик, вот здесь он тоже показан, вот видите, показан продольный жгутик, он несет волоски на своей поверхности, а это вот поперечный жгутик с закрученной аксонемой. И если вы обратите внимание, выходят они вот здесь, на брюшной стороне. Здесь есть такие отверстия в оболочке, через которые вырастает мембрана, потому что жгутик является вырастом цитоплазматической мембраны. Выходит, и вот здесь вот два базальных тела показаны, с помощью которых эти жгутики прикрепляются. Что касается этих двух жгутиков, то они выполняют абсолютно разные функции. Вот этот жгутик, который поперечный, он приводит к тому, что клетка крутится во время своего движения. И отсюда название динофитовый, не динозавр страшный, а дину вращаюсь. Происхождение названия от слова именно вращаюсь, показывает вращение во время движения. А второй жгутик, который продольный, он как якорь, раз застопорилась клетка и сменила движение. То есть вот эти жгутики, они выполняют разную функцию. Жгутиковая, да, кстати, там очень сложно устроенная система, связанная с микротрубочковыми корешками. Нет, по крайней мере, мало изучено, и нет какого-то там единообразия. Очень сложно устроена переходная зона с определенными там характерными особенностями, по которым можно узнать, что это вот, собственно, жгутик динофитовых водорослей. Теперь, что касается фотосинтеза. В разный цвет могут быть окрашены динофитовые водоросли. С одной стороны, чаще всего они несут вот такую, видите, вот здесь вот коричневато-золотистую окраску. И это связано с тем, что хлорофилы маскируются картиноидом, который называется периденин. Хлорофилы здесь А и С, оба хлорофила зеленого цвета. Потому что можно встретить, некоторые авторы считают, что именно хлорофил С придает им коричневую окраску. Коричневую окраску им придает периденин. Периденин. Мы сейчас говорим о тех пластидах, которые произошли от красных водорослей. Вот у них появляется абсолютно другая светособирающая антенна. Вообще, ну, три таких основных типа светособирающих антенн. Это фикобелесомы. Вам Мария Александровна рассказывала на прошлой лекции. Эти фикобелесомы у цианобактерий, они потом наследуются глаукоцистафитовыми водорослями, красными водорослями. И дальше эта система, когда добавляют... Следующий этап, когда вместо фикобелесом другие формы хлорофила, хлорофил В или хлорофил С, и каротиноидные пигменты. Так вот, у динафитовых, у которых от красных водорослей произошла пластида, уникальный светособирающий комплекс, хлорофил белок, периденин светособирающий комплекс. Вот ни у кого больше, ни в одной группе такого светособирающего комплекса нет. Что еще у них? Вот эти вот пластиды, которые образовались от красных водорослей, они тоже очень уникальны. По своему внутреннему строению они отличаются от пластид красно-водорослевого происхождения у строминопиловых. Вот, понимаете, если у евгленовых водорослей сейчас установлено даже вид наиболее близкий к предку зеленой водоросли, там из рода пирамимонос, который дал пластиду зеленым евгленовым водорослям, то по поводу красных водорослей даже приблизительно нет группы, от которой произошли вот эти вот пластиды у громадного количества видов, относящихся к красным царствам. Это и криптисты, это строминопиловые, это альвеоляты, это криптомонады. Вот у них у всех связь только в том, что появляется форма хлорофила С. Ну, на криптомонадах это хорошо видно, там, по крайней мере, единственное доказательство, что действительно пластида красно-водорослевого, вот как бы вторичного эндосимбиоза, потому что остается ядро красной водоросли у криптомонад, и у них есть и фикобелиновые пигменты, и появляется хлорофилл С. А вот у всех остальных никаких нуклеоморфта нет, уже и фикобелиновых пигментов ни в каком виде никто пока не нашел, ни у одного из представителей. Точно так же, как даже примерно не знают, кому из красных водорослей вот этого предка пластид с хлорофилл С содержащими пластидами отнести. Ну вот, поэтому традиционно подчеркивают, что, несмотря на то, что позиционируется, что предок-то у них был как бы у строминопиловых и альвеолят по пластидам, и он был фотосинтезирующий, но внутреннее строение пластид у них достаточно отличается. По крайней мере, у них отсутствует опоясывающая ламела, которая очень часто присутствует у ахрофитовых водорослей. Но пластида, вот эта трехмембранная, во-первых, которая содержит периденин у динафитовых водорослей, и тоже вот эти три мембраны трактуются как две внутренние мембраны. Это мембраны красных водорослей. Но вот если у ибгленновых есть доказательства, что все-таки третья мембрана по происхождению – это мембрана хозяина, то у динафитовых таких точных доказательств нет. Как бы по аналогии с ибгленновыми, считают, что, возможно, третья мембрана – это хозяйская мембрана. Но в этих пластидах что еще очень интересно? Что у них присутствует только рубиска в виде второй формы, форма 2 рубиска, которая из эукариот встречается только у динафитовых водорослей. У всех остальных это форма рубиска 1, состоящая из больших и малых субъединиц. Здесь у динафитовых только большие субъединицы. Причем, если мы посмотрим хлоропластные геномы разных водорослей, то, как правило, ген, который кодирует, отвечает за эту большую субъединицу, он принадлежит к хлоропластному геному. Малая субъединица передана в ядерный геном, а большая в хлоропластном. Но у динафитовых настолько редуцирован хлоропластный геном, что даже этот ген, который отвечает за большую субъединицу рубиска, он передан в ядерный геном. И вообще уникальность пластиды, переди ним содержащей у динафитовых водорослей, это то, что очень сильно произошла редукция генома. И вот тут изображена очень хорошая статья. Кстати, тем, кого интересуют динафитовые водоросли, рекомендую эту статью почитать. На схеме изображена пластида и вот как выглядит пластидный геном. Он разбит на отдельные мини-циклы и кодирует, если посчитать, меньше 20 хлоропластных белков. То есть это крайняя редукция, ведь если у зеленых водорослей это порядка 100 генов, ну и чуть больше, чем 100 генов, которые кодируются хлоропластным геномом, то здесь вот эта вот редукция очень сильная, плюс уже нет единого такого хлоропластного генома, а несколько вот таких мини-циклов. Но динафитовые водоросли, как я вам сказала, наполовину не фотосинтезируют. То есть они отказались от этой красно-водорослевой периденин, содержащей пластиды, и перешли на гетеротрофил. Некоторые из них опять решили вернуться к фотосинтезирующему образу жизни. И для этого стали поглощать разных эукариот. Вот, например, есть представители, которые поглотили гоптофитовую водоросль, а гоптофитовая сама получала в результате, возможно, вторичного эндосимбиогенеза, возможно, и третичного, как тоже некоторые авторы считают. То тогда пластиды, которые у динафитовых по происхождению от гоптофитовых, должны быть минимум третичного происхождения, а может быть и четвертичного. Ну вот здесь вот показаны такие пластиды. Вот ядро, вот эти вот пластиды, вот четыре мембраны у этих пластид. И по пигментному составу это четко показано, что это гоптофитовые водоросли, которые стали уже пластидами, потому что это функциональные пластиды. Есть гоптофитовые, которые позарились на зеленых празинофитцевых водорослей и приобрели от них свои пластиды. Вот здесь вот показана такая пластида. Сейчас появились работы, которые утверждают, что вот у кого-то нашли даже нуклеоморфу внутри такой пластиды. Хотя в большинстве работ про пластиды зеленого происхождения, про нуклеоморфу не указывается. Но вот здесь вот даже на картинке есть вот такая вот нуклеоморфа внутри таких пластид зеленого цвета от празинофитцевых водорослей. Помимо пластид, они от празинофитцевых водорослей приобрели себе украшения в виде таких органических чешуек, которые у этого рода. Кстати, предок зеленого пластид тоже установлен, от кого приобрели пластиды динафитовые водоросли. Ну вот вместе с ними они приобрели и органические чешуйки, которыми себя тоже украсили. Но самое, наверное, интересное, пластиды, с которыми сейчас очень много работают, это новый тип пластид, который назвали динатомы. И эти пластиды произошли от диатомовых водорослей. Эти пластиды пятимембранные, покрыты пятью мембранами, с редуцированным уже ядром диатомовой водоросли, но не так сильно, чтобы назвать его нуклеоморфой. Там все-таки много еще осталось материала, потому что в пластиде в этой еще осталась функциональная митохондрия диатомовой водоросли. То есть вот такой уникальный случай, когда в одной клетке есть две митохондрии от разных хозяев. Одна митохондрия от диатомовых водорослей в пластиде, и она функциональная. И другая, собственно, хозяйская, вот этой вот динафитовой водоросли. И такая пластида, очень тут сложно устроенный механизм вообще деления клетки, который связан с тем, что сначала поделится митохондрия внутри пластиды, потом там пластида, которая покрыта четырьмя мембранами, собственно, пластида, и наружная мембрана переходит в наружную мембрану ядра, они поделятся. Потом эта пластида поделится, и только после этого будет запущен механизм деления, собственно, клетки хозяина. То есть вот такие очень сложно устроенные пластиды у динафитовых водорослей сейчас известны. И есть еще одна попытка приобретения пластид от криптомонад. Но вот чаще всего пластиды криптомонадной природы – это все-таки клептопластиды, то есть это пластиды временные. Они существуют какой-то промежуток, но вертикально по наследству не передаются. Хотя вот для одного из видов динофизиса показано, что там уже осуществлен перенос нескольких генов в ядерный геном, но непонятно, как там с переносчиками. Чаще всего, если пластида криптомонадная, то динафитовые водоросли используют криптомонаду, заставляя работать эту пластиду, а потом просто переваривают эту пластиду. То есть нет транспорта вот такого налаженного, как у постоянных пластид. И в этом отношении вот очень интересный такой способ некоторых динофизисов получать себе эти клептопласты. Они их получают, есть те, которые получают напрямую от криптомонад. А вот в данном случае оказалось, что существует вот такая цепочка, у которой есть промежуточный еще владелец пластиды. Это инфузория Мерианекта Рубра, которая иногда вызывает красные приливы. Вот у нас на Камчатке, в Соединенных Штатах Америки. Вот эта инфузория, остальные Мерианекты, они бесцветные, а эта инфузория должна наесться криптомонад. Причем она переваривает криптомонады таким образом, что от криптомонады остается некоторое время ядро функциональное, потому что белки снашиваются, оно должно вот сюда вот поставлять материал, чтобы можно было синтезировать хлоропластные белки. И вторая часть – это пластида с митохондрией и с нуклеоморфой. А вот динофизис уже, он охотится на этих Мерианект. Он питается Мерианектами, переваривает все, за исключением вот этой части, вот здесь только часть пластиды. Он оставляет часть пластиды, которая продолжает функционировать. Вот она фотосинтезирует, уже там ни ядра нет, ни нуклеоморфы, но вот эта пластида функционирует, делает запас питательных веществ, и динофизис переваривает эту пластиду и поедает. То есть вот такая вот очень сложно устроенная вещь, связанная с попыткой использовать хоть не свои пластидные особенности, а чужие, но за счет этого существовать. И в этом отношении, конечно, динофитовые очень интересная группа, потому что можно проследить вот эту схему приобретения сложных пластид, потому что многие вещи здесь есть, от клептопластид до уже таких постоянных пластид. Есть структура, которая у некоторых связана с пластидами, у других не связана по положению, а может быть связана по происхождению с пластидами. Это глазок. Вот все, что у водорослей известно про строение глазков и даже больше, есть у динофитовых водорослей. И если мы вот здесь вот посмотрим, то эти динофитовые водоросли имеют разные глазки. Глазки из липидных глобул состоящих могут лежать в пластиде, могут лежать вне пластиды и могут формировать вот такие сложно устроенные глазки, как вот у этих представителей, которые, видите, которые занимают большой объем клетки и имеют очень сложно устроенный этот глазок. Так вот, интересны тут два типа глазка. Одни глазки, которые произошли у тех водорослей, у которых хлоропласт динатом вот этот. Так вот, бывшая пластида красно-водорослевого происхождения, она редуцируется и остается только вот липидной глобулой. И она превращается в глазок. Глазок, который покрыт тремя мембранами, что характерно для периденин, содержащей трехмембранной пластиды у динофитовых водорослей. Вот здесь вот эта схема, когда вот бывшая пластида остается в виде только глазка, а новая пластида от диатомовых водорослей по происхождению. И очень интересны, конечно, вот эти вот пластиды. Не знаю, запустится ли они, не запускается. Сейчас попробую. Не могу запустить. Ну, в общем, вы когда получите эту самую презентацию, вы запустите. Здесь вот показано, как движутся вот такие бесцветные динофитовые водоросли. Морские, достаточно редкие, они никогда не образуют каких-то больших скоплений, и поэтому трудно было с ними работать. Ну, вот сейчас японские исследователи приладились к этим динофитовым, посмотрели, они хищники. И у них сложно очень устроенный вот этот вот глазок, у которого, посмотрите, вот здесь вот показано, что линза по происхождению это митохондрия, а вот это вот тело, вот это вот при основании, это бывшая пластида. То есть вот такой вот сложно устроенный глазок, который позволяет им на самом деле охотиться на других динофитовых водорослей. И это связано с тем, что они улавливают этим глазком поляризационное излучение, которое идет от определенным образом уложенных хромосом у этих динофитовых водорослей, на которых они охотятся. То есть это вот такой сложный очень момент, а там 3D должна крутиться вот эта вот модель, как формируются вот такие вот глазки. Теперь, что дальше еще про динофитовых? Это, конечно, очень сложно устроенное ядро, которое называется динокарион. Точка зрения, что динокарион, раньше его называли мезокарион, как бы промежуток между прокариот от эокариот, на сегодняшний день не поддерживается, потому что на эволюционном дереве самые примитивные динофитовые водоросли имеют нормальное эокариотное ядро. А динокарион – это вторично видоизмененное вот такое эокариотное ядро. Что здесь интересно? Здесь, во-первых, хромосомы все время в конденсированном состоянии, ну как и у эвгленовых, но в этих хромосомах ДНК замкнуто в кольцо, и это кольцо еще закручено, и вот в такие вот спрессованы, в такие столбики, которые можно наблюдать во время всего клеточного цикла. И, конечно, вот такая вот форма, она приводит к тому, что здесь невозможно расплести эту хромосому и сделать полноценную копию. Раньше даже считалось, что здесь нет гистонов, гистоны здесь есть, и гистоны эти, ну вот, как показано, на самом деле уложены, вот эта ДНК в хромосомах, и вот такая вот укладка позволяет охотиться на этих динофитовых, другим динофитовых, у которых вот этот глазок улавливает вот эти вот поляризационные излучения от этих молекул. Так вот, если мы посмотрим, то число хромосом здесь очень большое по поводу того, что являются это настоящее количество, или они полиплоиды, тут разные точки зрения, но даже если не полиплоиды, все равно это гигантское количество хромосом, расплести нельзя, в ближайшее время никто не берется и даже не прогнозирует, что удастся отсеквенировать ядерный геном у динофитовых водорослей. По крайней мере, есть попытки отсеквенировать пластидные геномы, митохондриальный геном, но вот только отдельные фрагменты ядерного генома, и вот здесь вот показано, как, собственно, не могли раньше вообще понять, а как же происходит считывание информации. Вот здесь, в этой статье, о которой я уже вам говорила, видите, вот эта хромосома, и вот гистоны, которые эти рамки считывания закрывают, а потом вот открывается рамка считывания, с которой можно какую-то информацию считать. Как происходит деление ядра? Метоз закрытый. Что является центрами организации микротрубочек, непонятно. Они начинают синтезироваться в цитоплазме, а дальше в этом ядре мембрана впячивается таким образом, что образуются туннели, и в эти туннели входят вот эти межполюсные микротрубочки, вот как здесь показано, видите, а потом ядро, ядерная мембрана врастает, просто перешнуровывает ядро на два таких новых образующихся ядра, и вот здесь вот показано, как хромосомные микротрубочки, вот здесь вот на картинке это туннель, вот идут межполюсные микротрубочки, и вот хромосомные микротрубочки, к которым присоединяются изнутри из ядра эти хромосомы. То есть процесс тоже такое деление уникальный и характерен для этой группы. Что касается жизненных циклов. Для большинства жизненный цикл бесполый. Здесь вообще очень сложно понять вот эту вот плойдность у динафитовых водорослей. Ну вот полагают, что есть, если половое размножение, оно показано, это или изогомея, или хологомея бывает, что этот половой процесс приводит к образованию зиготы, и что зигота должна претерпевать редукционное деление в результате жизненный цикл, гаплобионтный, зиготической редукции. Но есть второй тип жизненного цикла у ночесветки. У ночесветки она диплонд в вегетативном состоянии, и вот эта ночесветка, у нее место редукционного деления связано с гаметами. Причем, вот посмотрите, эти гаметы очень похожи на такие гимнодиниумы. Вот сама-то ночесветка мало похожа на динафитовую водоросль с таким щупальцем, которое у нее для того, чтобы на самом деле улавливать пищу и к клеточному рту подносить. Но что касается ее гамет, то они такие типичные динафитовые гаметки. Следующее, что в общей характеристике вам нужно знать, это клеточный покров. Клеточный покров у динафитовых в ольгологии называется амфиесма. Ну вот, чтобы отойти от путаницы там в терминологии зоологами. И она, как я вам говорила, представляет собой цитоплазматическую мембрану. Вот здесь вот показана цитоплазматическая мембрана и системы текальных визикул, вот в которых может быть целлюлоза. Чем толще прослойка целлюлозы, тем, как правило, крупнее визикулы и их количество меньше. Вообще, вот для определения динафитовых, вы посмотрите, в Звениграде это очень сложная такая процедура. Нужно вот эту формулу панциря хорошо разобраться, понимать, где какие эти щитки и из чего что состоит. И только это позволит вам определить некоторые виды у динафитовых водорослей. Теперь, что касается митохондрий, то митохондрии здесь с трубчатыми кристами, что характерно для супергруппы САР. Значит, кристы в митохондриях трубчатые. Если вот мы здесь посмотрим на электронные фотографии, то вот на митохондриях разрез, там очень много таких как бы кружочков, это разрез через трубочку. Есть уникальная особенность у динафитовых водорослей – это наличие пузол, с которыми функция которых до конца не ясна. Эти пузолы расположены рядом с выходом жгутиков. Вот эти пузолы вот здесь расположены. Вот пузола. Вот она что из себя представляет. Вот мембрана на жгутик идет, да, вот этот вырост внутрь клетку, и у нее еще есть такие дополнительные карманы. Ну, что-то там в регуляции давления. Ну, причем это пузолы в основном у морских представителей, у пресноводных есть сократительные вакуолии, и очень плохо развиты эти пузолы. Разные стратегии у динафитовых водорослей, связанные с поглощением объектов для питания. Но я хочу на этом закончить, и мы просто закончим эту лекцию на следующем занятии. Все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.